Добрый день, мои дорогие! Я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале Обо всем понемногу с Натальей. Сегодня у меня будет очень краткое видео. Я хотела бы вам показать, поделиться своей радостью, своим достижением. Потому как ранее я говорила о том, что побаиваюсь сеять лук-оксибишен. Ну вот, смотрите, что у меня получилось. Сегодня у нас 21 февраля 2020 года. Напомню о том, что я высевала вот такой вот репчатый лук-оксибишен от агрофермы Поиск. Высевала я его вот в такой контейнер. Видео я вам оставлю 14 февраля 2020 года. Ссылку на видео о том, как я сеяла данный лук и в какой грунт я оставлю под этим видео. Ну вот сейчас вот прям хочу вам показать, что... То есть получается 14 февраля посеяла, а 21 у меня были сегодня 21, а вчера уже были 20 числа первые петельки. Сегодня их еще больше. Вчера не стала снимать видео, чтобы побольше петелек прям было. А сегодня проснулась, к ним подошла, чтобы их полить. Смотрю, а у них еще больше петелек. Ну я думаю, дальше их еще будет больше. Поэтому, ну не стала уже ждать. Хочу с вами поделиться своей радостью. Вот посмотрите, я думаю, очень хорошо видно. Петелечки. Вот петелечка. Вот петелечка. Вот петелечка. Ну тут их много прям вылазит. Вот еще совсем малюсенькая. Вот петелечка. Вот она. Ну то есть вот маленькая петелечка. Вот и хорошо здесь видно. Ну я думаю, что хорошо видно. Вот посмотрите. Так что это видео и этот опыт мой еще в очередной раз подтверждает о том, что можно высевать семена обычным традиционным способом, в обычный традиционный огородный грунт. Как я его готовила, посмотрите по ссылке ниже. Без каких-то современных, скажем так, способов посевом. Вот, пожалуйста, вот и результаты. Поэтому меня это очень радует. Буду продолжать в том же направлении работать с семенами. Хотела бы вам еще сказать о том, что всю свою рассаду я не держу под лампами на стеллажах. Она у меня растет обычным, опять же, традиционным способом на подоконнике. И чтобы не быть голословной, я вам сейчас все это продемонстрирую. Ну вот так вот, дорогие мои, выглядит на окне моя рассада. Рассады у меня еще немного, поэтому цветочки еще стоят. Но скоро их уже здесь не будет. Весь подоконник будет в рассаде. Но вернемся к луку. Вот он, он стоит. Вот так вот. Чтобы вам было видно, что это не голословно, что у меня нет стеллажей. Как я уже говорила, нет подсветки. И вот он, он красавчик. За окном у нас вот такая красота. На этом, дорогие мои, мое видео закончилось. До новых встреч, до новых видео. Хороших вам урожаев! Субтитры сделал DimaTorzok